В родную школу искусств Татьяна Ангелова уходит под аплодисменты, как кинозвезда. А такой теплой встречи расплывается в улыбке. Бывших коллег она не видела давно. Я очень рада видеть всех. Много новых лиц. В школе искусств Муравленко Татьяна Ангелова проработала 21 год. Обучала детей живописи, декоративно прикладному искусству. Передавала ученикам знания о традициях и обычаях северных народов. Кто-нибудь знает, что такое стиль этно? Сегодня она вновь делится опытом. С воспитанниками школы украшают сумку национальным орнаментом. Татьяна Пирчевна – коренная ненка. Родилась в Надымской тундре в семье ленивода. Бусинку бери. Бери бусинку. Вдевай ее. Мой отец делал нарты. Мама мастерила, шила одежду. Оттуда, наверное, мы с детства это видели. Оно привлекало. Идет все равно внутри, с души человека. С озерцами всего прекрасного. Это же чувство Татьяна Ангелова стремилась передать подопечным. Их за два десятка лет больше 80. И каждая со своим видением прекрасного. Татьяна Пирчевна умела найти подход к любому. Среди ее выпускников есть и дети с ограниченными возможностями. Татьяна Пирчевна разработала авторскую образовательную программу «Художественная культура народов Севера». Она инициатор и вдохновитель многих проектов в нашей школе. Это проекты, которые реализуются в нашей школе по сей день. По сей день в школе берегут этнические костюмы, созданные по ее эскизам. Отшита целая коллекция 50 нарядов, и каждый неповторим. И это, к слову, самый первый костюм Татьяны Ангеловой. Мы его называем все-таки циническим. Цинический костюм театрализованный. Но с учетом покроя традиционности. Рога молодого оленя, зайчей лужки, след медведя, узором традиционной одежде коренных химальцев можно рассматривать часами. Все многообразие орнаментов особенно видно в день оленевода, на который тундровики надевают все самое яркое и нарядное. Татьяна Ангелова поражается. Сейчас праздник отмечается гораздо масштабнее. Традиции ненцев, конечно, это самый важный праздник, когда они показывают свои костюмы, семейные традиции. И, конечно, делятся с впечатлениями, что у них за год интересного произошло. Побывала Татьяна Ангеловой и в городском музее. Сейчас здесь выставка работ местной художницы. Точно так же и она когда-то выставляла свои картины. Только галерея была в совсем другом здании. Музей новый. Пространство позволяет достойно представить работы. И приятно смотреть. И подсветка есть. В старом музее были комнатки маленькие. И восприятие все равно не то. Приятно посмотреть. Инна Муравленко отмечает Татьяна Ангелова. Город преобразил. Собораки снесли, возвели новостройки. Местные хвалятся. За последние пять лет в новые дома переехали больше двух тысяч семей. По соседству уютной скверы обновили городской парк. Он особенно красив в вечернее время. Все новое обновлено. Приятно. Здесь прогуляться, отдохнуть, релакс. Поразил и культурно-оздоровительный центр «Сибирь» оснащением и размерами. Долгострой открылся в прошлом году на двух этажах. Спортзал с трибунами, молодежное пространство, танцевальная и художественная студия, классы театрального искусства. Такого здесь никогда не было. Ждали мы его, когда он сдастся, потому что это такой объект масштабный. Бассейн там есть, кинотеатр есть. Видно, что все делается для людей. Сейчас Татьяна Ангелова живет в Тюмени, продолжает рассказывать о северной культуре и проводить мастер-классы для земляков. Но ей свой родной Ямал не забывает ведьму Равленко. Выросли ее дети, сейчас растут внуки. Это городе Татьяну Ангелову ждут. Это место, куда ей всегда хочется возвращаться. Юлия Морева, Ярослав Кудренок. Время Ямала. Муравленко.